В подполье у Макамольши было пусто. Только табачный перегар, ощетины на окорке випекальницы. И в конце стола спал блондин, уткнувшись в разрисованные носатыми рожьими бумажки. Дмитрий Степанович тронул его за плечо. Блондин глубоко вздохнул, поднял бородатое лицо с блуждающими, с просойними, светло-болубыми глазами. В чем дело? Где правительство? – строго спросил Дмитрий Степанович. С вами говорит товарищ министра здравоохранения. А, доктор Гулаин, – сказал блондин. Фу, черт, а я-то авоз. Ну, как в городе. Он все еще ликвидирован, но это конец. На дворянской чешской патрули. Блондин раскрыл зубастый рот и захохотал. Дорого! Ах, черт, ловко! Значит, правительство соберется здесь ровно в три. Если все будет благополучно, к вечеру переберемся в лучшее помещение. Простите, у Дмитрия Степановича мелькнула жуткая догадка. Я, говоришь, членом ЦК партии? Вы меня в ксенте? Блондин ответил неопределенным жестом, как бы говорящим. Что ж тут поделаешь? Зазвонил телефон. Он схватил со стола трубку. Идите, доктор, ваше место сейчас на улице. Помните, мы не должны допустить эксцессов. Вы представитель буржуазной интеллигенции. Умерьте их пыл, а то, знаете ли, он подмигнул, будет неудобно в дальнейшем. Доктор вышел. Весь город теперь вывалил на улицы. Здоровались, как на Пасху. Поздравляли, сообщали новости. Большевики тысячами кидаются в Самарку. Дуют в плать на эту сторону. Ну и бьют же их. Уж потонуло сколько. Гибель. Совершенно верно. Ниже города вся вон двух трупов. И, слава создателю, я скажу, за грех это не считаю. Верно. Собакам собачья смерть. Господа, слышали? Пономаря с колокольней скинули. Кто? Большевики? Чтобы не звонил. Называется, хлопнули дверью. Я еще понимаю кого-нибудь, но Пономаря-то за что? Куда вы, куда, папаша? Вниз, хочу амбар посмотреть, целы ли. С ума сошли, на пристаних еще большевики. Дмитрий Степанович, дождались денечка. Вы куда такой озабочены? Да вот, избрали товарища министра. Поздравляю, ваше превосходительство. Ну, пока еще нищие, пока еще Москвы не взяли. Эй, доктор, нам бы подышать свежим воздухом. И на том спасибо.